Добрый день, друзья! Сегодня речь пойдет о кабачках. Очень люблю этот овощ. Он полезен и взрослым, и детям. И, по-моему, не имеет никаких противопоказаний. Вкусно из него и запеканки, и в тушеном виде, и заготовки из кабачков. Но, чтобы это все делать, надо для начала его вырастить. Итак, мой любимый метод. Очень люблю выращивать кабачки в бочках. Вот, у нас была 200-литровая бочка. Мы ее распилили и посадили кабачки. Посадили их в апреле. И уже, как видите, они цветут. И вот уже кабачки видно. Вот. Значит, как я выращиваю в бочках кабачки. Ну, очень просто. С осени закладываю туда лист, разные отходы, то есть цветы, которые убираю, бархатцы, ноготки и так далее. Вот. И сверху плодородный слой земли. Сажаю где-то в апреле, уже вот в середине, во второй половине, как правило. И накрываю, конечно, укрываю пленкой несколько рядов даже, ну, в зависимости от погоды. Вот. И потом, по мере подрастания, пленку поднимаю, ставлю дуги. И когда уже кабачки занимают вот всю площадь, бочки, ну, снимаю. Это, как правило, май. Уже, ну, нормально. Одеваю тогда просто на бочку большой мешок. И на день я мешок развязываю, на ночь завязываю. И таким образом они очень хорошо растут. Вот. Здесь дырки вот в листьях. Это недавно прошел град и повредил, конечно, здорово листья. Но отошли. Вроде бы нормально растут. Вот. Здесь у меня еще вот охурцы в бочке. Ну, это я потом расскажу, как они растут. Вот. А здесь вот еще один кабачок. Но он поменьше. Я его позже немножко посадила. Вот. Но тоже нормально растет. И тоже, наверное, уже вот, видно, вот маленькие тоже завязь. Вот. Мне достаточно двух штук. То есть они очень урожайные, очень. Сажаю я, конечно, цукини. И, как правило, кустовые кабачки. Потому что они тогда не ползут никуда. Очень удобно выращивать. Ну вот. Если кому-то было интересно, попробуйте такой метод выращивания. Думаю, вам понравится. И вы больше на грядках никогда не будете выращивать их. Всем удачи. Хорошего вам урожая. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok